Всем привет! Спасибо большое организаторам за возможность почувствовать себя сегодня видеоблогерами. Мы сегодня интервьюируем Александра Чищаву, серийного предпринимателя, а сейчас главу и лидера венчурного фонда Leto Capital. Я, Генжук Максим, в прошлом венчурный предприниматель, а сейчас руководитель и основатель DoubleData. Итак, интернет-блогеры не делают долгих вступлений. Начинаем с актуального. Ты в последние несколько месяцев объявил о трех сделках. Это при том, что другие фонды и ангелы сейчас не инвестируют. Многие приостановили свои инвестиции. Это залежалые раунды с прошлого года или ты продолжаешь инвестировать сейчас? Всем добрый день! Да, я продолжаю инвестировать. Более того, мы сейчас в последние месяцы делаем даже более активные инвестиции, чем обычно. Почему? Потому что на самом деле парадигма нашего фонда инвестировать во все то, что сейчас происходит. А именно возможность удаленной работы, цифровизация бизнес-процессов, переход в онлайн, в образовании, в рекламе, где бы то ни было. То есть это была идеология нашего фонда. Сейчас ситуация складывается таким образом, что очень многим компаниям и гражданам приходится на 100% переходить в онлайн. И ответственность нашего фонда и наших портфельных компаний многократно возросла. Им приходится работать 24 на 7. Именно, чтобы удовлетворить многократно возросшие потребности в том, что мы делали и раньше. Смотришь ли ты, сейчас многие компании из стартапа пострадали от коронавируса. Смотришь ли ты компании из пострадавших отраслей? И какие кейсы ты видел, когда компании перерождались, как Феникс? Да, мы смотрим разные компании. Основной упор, конечно, мы делаем, мы называем их COVID-позитив компании. То есть те компании, на которых самоизоляция позитивно воздействовала. При этом, да, у нас есть в портфеле и COVID-нейтральный, и COVID-негатив компании. И я сейчас, можно сказать, так коллекционирую, и мы стараемся изучать те компании COVID-негативные, которые пострадали или у которых бизнес вообще закончился, но которые при этом умудряются переродиться, умудряются перенастроить свой продукт таким образом, чтобы из COVID-негативных перейти в COVID-позитивные. Ну, пример из нашего портфеля. У нас была компания, которая делала софт для классического ритейла. Ни продуктовый ритейл вообще умер, продуктовому ритейлу сейчас не до внедрения инноваций. Но они просто пересобрали свой продукт, и теперь их продукт для бесконтактного обслуживания посетителей, то есть там электронный чек и все остальное. То, что сейчас, наоборот, всем нужно без этого уже магазин не открыть. И у компании сначала выключили поток клиентов, продаж, вообще все. То есть, ну, как бы у нее был шанс либо закрыться, либо сделать что-то другое. Они, на самом деле, не сильно изменив свой продукт, они ее просто пересобрали, но неожиданно их продукт стал нужен всем, и сейчас у компании там просто бум, бум интересов. То есть кризис – это возможность? Абсолютно. Слушай, сейчас все онлайн, все онлайн. Мы несколько месяцев уже сидим на самоизоляции. У тебя уже появились сделки, которые ты закрыл полностью онлайн без единой встречи? Да, первая сделка, которая у меня появилась полностью онлайн, у меня появилась осенью 2013 года. То есть ты был готов? Я уже давно очень готов. Заранее готов? Готов, да. Зумом мы давно пользуемся, пару лет. И действительно, я сижу в бордах и американской компании, и израильской. Удаленные борды у нас проводятся уже 2-3 года. Инвесткомитет у нас, я не помню, когда он был оффлайновый последний раз. Лет 5 у нас точно только онлайновый. Ну, это на самом деле, во-первых, так получается, потому что все мы раньше активно путешествовали, а сейчас так получается, что мы находимся физически в разных локациях, в разных странах. Я имею в виду инвесткомитет, сотрудники фонда, портфельные компании. Это вот как бы так получилось, но на самом деле так было всегда. До этого мы путешествовали, с фаундеров мы отправляли на таргет рынки. И я лучше поговорю с основателем стартапа, который сейчас в Америке развивает бизнес. И мне это больше понравится, то, что человек там, где нужно стартапу прежде всего. А я-то с ним смогу и по конференц-связи нормально поговорить, без проблем. Это сейчас важно. У вас есть прекрасный сайт leta.vc, и вы в последние несколько месяцев начали публиковать, запустили блог, начали публиковать много интересных материалов для предпринимателей. В апреле ты опубликовал манифест. Это необычно для российского рынка, что это такое манифест венчурного фонда. Зачем? Вчера Startup Village организовала замечательную автопати инвесторов. Там собралось порядка 40 инвесторов. И мы как раз обсуждали, что российскому рынку пора двигаться в том же направлении, куда уже давно пришел американский рынок. У них есть ассоциация NVCA, которая разработала хартию поведения, некий меморандум взаимоотношений фондов и стартапов, так, как это должно быть в цивилизованных отношениях. Мы много говорим слов о том, что о доверии, об открытости, обо всем этом. И сейчас российский рынок тоже к этому подходит. Мы решили начать это чуть-чуть раньше. В феврале мы раскрыли полностью результаты нашего фонда. Там прибыльность, доходность, возврат инвестиций и все такое. Потому что мы исповедуем открытость, мы хотим показать, что мы открыты, как мы делаем бизнес, хотим привлечь к этому процессу как можно больше людей. А манифест – это, собственно, раскрытие того, кто мы, откуда мы, откуда у нас деньги, каковы принципы нашей работы, какая наша миссия, и что мы ждем от стартапов, как мы принимаем решения об инвестиции, какой процесс. Все важные вопросы, которые мы по факту сегодня с тобой затронем. Думаю, да. Я думаю, любому стартапу, который хочет обратиться в наш фонд, будет полезно прочитать этот манифест. А может быть, даже и тем, кто не собирается обращаться. Просто там достаточно много таких мыслей и принципов, которые мы на самом деле хотим заложить в весь российский венчурный рынок. Мне кажется, если много фондов и много стартапов будут действовать в такой парадигме, наш рынок станет чуть лучше, чуть прозрачнее и, соответственно, эффективнее. И все будут зарабатывать больше? Безусловно. Это цель наших инвесторов, а, собственно, мы и работаем для них. Слушай, у нас сегодня тема «Как привлечь инвестиции в венчурного фонда». Нас смотрят много предпринимателей, их интересуют важные вопросы. Давай продолжим, пробежимся по ним. Каким должен быть бизнес, чтобы в него проинвестировал венчурный фонд? Лето Кэпитал. Лето Кэпитал инвестирует в те компании, которые адресованы глобальному рынку, то есть работают на весь рынок, на несколько. То есть если работают только на Россию, большой компании не построишь, это не будет венчурная история, соответственно, фонд не сможет заработать свои 10x. Поэтому ответ – растущие компании в области IT, в области разработки софта, которые хотят продавать продукты по всему миру и уже начали это делать. А есть какое-то понимание объема выручки, стадии готовности продукта, команды? Ну, формально мы инвестируем, когда рассматриваем, начинаем рассматривать, когда уже есть proof of concept, то есть продукт может быть в какой-то бета-версии. Есть уже продажи. Продажа для нас очень важна, потому что это определяет market product feed от 30 тысяч долларов в месяц и выше продажи. Еще важнее динамика. Мы должны понимать, что эти продажи растут, то есть это не какая-то константа, эти 30 тысяч, а это в моменте 30, но это значит, что через полгода уже будет 100. Слушай, ну а если у компании сегодня выручка меньше или не до конца команда укомплектована, или продукт еще сыроват, имеет ли им смысл вообще как бы приходить… Ну, то есть они не готовы и не соответствуют тем критериям, о которых ты сказал. Имеет ли им смысл писать тебе, общаться с вами? Мы готовы начинать общаться с любым стартапом, который соответствует нашему фокусу. То есть если стартап еще не продает на искомую сумму, но разрабатывает софтверный продукт, программный продукт, адресованный мировому рынку, но еще слишком ранее, еще не дорос. Имеет смысл все равно к нам прийти, с нами поговорить, прислать какие-то материалы. Мы, возможно, что-то подскажем, ну невозможно, а точно мы что-то подскажем, что мы ожидаем, что мы рекомендуем, как нам кажется, чего стоит достичь, чтобы проект стал инвестиционно привлекательный. Иногда мы говорим, что нужно усилить команду бездевом. Иногда мы говорим, что да, давайте растите или выйдите еще в пару зарубежных рынков, а то пока у вас адресные рынки слишком маленькие. И, собственно, мы даем обратную связь, держим, можно сказать, на карандаше этот стартап. Он несколько время от времени присылает какие-то апдейты, там новые раунды общения. И в какой-то момент мы вполне можем дойти до инвестиций. Вот давай по фактам. Вот сколько у тебя таких компаний, с которыми ты начал общаться, ну, сильно заранее до инвестиций? Ну, вот две сделки, которые мы закрыли на рынке онлайн-обучения, Новый Кит и Майбади. Команду Майбади мы знаем уже года четыре, но они еще делали другой проект. Когда они, там, тот проект не был в нашем фокусе, когда они начали делать проект в нашем фокусе, мы общались, там, не знаю, раз в три месяца и смотрели, и говорили, ну, давайте, ребята, еще чуть-чуть, еще подрастите. И вот в тот момент, когда они нащупали бизнес-модель, они нащупали, они начали продавать, мы поняли, что да, эта компания соответствует нашим критериям. И в этот момент мы принимали решение очень быстро, потому что мы их хорошо знали. С Новокидом мы тоже, там, года полтора общались. Ну, аналогично. Компания просто не доросла до нашей стадии, но она была уже тогда очень интересна. И мы посмотрели, когда на компанию смотришь в динамике, когда, там, несколько раз общаешься с фаундером, очень важна динамика. То есть не фотография, не снэпшот, вот, компания в моменте. А то, как компания дорабатывает продукт, как она меняется, как реагирует основатель на вызовы, как справляется с трудностями, а трудностей много на раннем этапе. И мы это, когда видим, и при этом рост продаж идет в заданном темпе, все, мы в тот момент, когда наступает наша фаза, мы, вот, принимаем решение очень быстро, и, там, сделку за месяц можем закрыть, если мы уже следим за компанией довольно давно. Так что я думаю, что это не бесполезно и для ранних стартапов начинать с нами общаться заранее. Таких компаний всего две. У тебя, насколько я знаю, порядка 20 инвестиций. Наверное, таких компаний половина, я бы сказал. То есть это, скорее, тогда рекомендация, начинать общаться с вами сильно раньше, до того, как потребуются деньги. Это помогает, это помогает, безусловно, чем лучше мы знаем предпринимателей, там, все венчурные инвесторы любят инвестировать в серийных предпринимателей, и все венчурные инвесторы любят получше разобраться в стартапе, получше узнать особенности бизнеса, поэтому, да, конечно, это помогает. – Многие предприниматели, в частности, начинающие, просто не знают никого из венчурной тусовки. И их интересует вопрос, как им рассказать тебе и команде Leta Capital о проекте. – Достаточно зайти на наш сайт, прочитать манифест, убедиться, что стартап в фокусе, и дальше все контакты меня, аналитиков, есть на сайте, ну, самое простое, там, есть форма обратной связи, мы действительно читаем и эту форму, и имейл, инфа, собака, Leta VC, и почти нет никакой разницы, приходит человек по рекомендации, или просто с улицы, найдя меня, там, на Фейсбуке, на Лигдыне, или зайдя на сайт. Ну, правильно писать аналитикам, а не мне, потому что все равно, там, точка входа – это аналитики, аналитики должны стать адвокатами стартапа, и уже принести мне аргументы, почему стоит инвестировать. – Это необычный тезис для менеджерного фонда, то, что вы читаете инфа собачка Leta VC. Давай по фактам, сколько компаний я проинвестировал из тех, которые просто написали вам на почту? – Ну, точно несколько, то есть, ну, классический, классический, примерно, с IntelliBoard, он просто рассказывал, что я написал в 20 фондов, ответил один, это было, там, в 17-м году, сейчас эта компания успешно развивается, они как раз привлекли новый раунд по значительно возросшей оценке с топовыми американскими и европейскими фондами, и это, ну, уже очевидно, это история успеха, у них, там, выручка миллиона долларов, все такое. Есть еще несколько проектов, которые обращались, ну, вот, просто с улицы, там, я уже не помню, кто там на инфа собака писал, кто в фейсбук, кто еще куда-то, мы действительно со всеми общаемся. – Это работает, в случае, если это Capital, это работает? – Да, абсолютно, ну, если стартап порекомендовал какой-нибудь, там, не знаю, основатель Unicorn, который мне написал, сказал, вот, смотри, вот этот следующий Unicorn, это лучше, да, это работает еще лучше, безусловно, но если у человека, там, нету каких-то знакомств в венчурной тусовке, у него все равно есть шансы, и, ну, там, человек с образованием Гарварда имеет определенные преимущества по сравнению с человеком из Московского пищевого института, но у человека из Московского пищевого института тоже есть шанс, я, если что, закончил Московский пищевой институт. – То есть у него есть двойной шанс. – Ну. – Смотри, в венчурной среде те предприниматели, которые уже познакомились с венчурными фондами, походили по венчурным фондам, наверняка заметили, что в какой-то момент венчурные фонды либо перестают отвечать, либо их ответы какие-то возвышенные, непонятные, ну, венчурные фонды не любят отказывать. Как вы делаете, отказываете ли вы фондам, или тоже говорить, что отказываете ли вы компаниям, или тоже говорить, что это возвышенное, непонятное? – Вообще, в западной культуре отказывают, никто не любит отказывать. Но мы все-таки действуем тут немножко по-другому. Мы знаем, что какой-то геморрой для большинства фаундеров фондрезить. На моей памяти ни один фаундер не любит общаться с инвесторами, не любит привлекать деньги. Это долго, муторно. Надо отвечать на очень много вопросов. Какие-то фаундеры продавать любят, какие-то кодить, но вот с инвесторами никто не любит общаться. И обычно это сильно отвлекает от развития бизнеса. Все-таки правильные фаундеры, они настроены на развитие бизнеса, а не на фондрейзинг. Соответственно, вот этот неприятный процесс, мы, во-первых, пытаемся его оплегчить. То есть, если мы серьезно не заинтересованы в этом стартапе, мы понимаем, что с ним что-то не то, какие-то красные флаги или флажки, мы лучше сразу откажем, чтобы не тратить драгоценное время фаундера. Если же мы… При этом скажешь, почему. Да, да, я скажу. Это я сейчас об этом скажу. При этом мы стараемся, если мы уже лезем вглубь, мы говорим, да, у нас предварительный инвесткомитет был, мы заинтересованы, и мы специально даже после первой встречи установочной делаем go-not-go. Вот только если go, мы тогда грузим аналитиков, напускаем с этими кучами вопросов. Но мы говорим, что предварительно мы заинтересованы, поэтому твое время ты потратишь нелезря. И даже если на каком-то из дапев мы вынуждены отказать, мы стараемся дать содержательный отказ, который поможет фаундеру поднять деньги у другого фонда. Мы ему скажем, вот здесь, 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 нам это не понравилось, мы подозреваем, что другим фондам это не понравилось. Попробуй это как-то изменить. Либо мы скажем, вот с нашей точки зрения ты не дотягиваешь вот тут, тут, тут. Ну, если ты это сделаешь импровмент, ну, улучшишь вот эти показатели, то ты можешь к нам вернуться. Тоже это как бы хорошая точка. Предприниматель понимает, когда он может вернуться или как он может привлечь деньги у других инвесторов. Или мы говорим, что ты, вот мы неправильный фонд, тебе лучше надо к ангелам пойти или там к каким-то другим, другого типа фондам. Потому что мы вот в такую конструкцию мы не инвестируем. И когда мы даем эту обратную связь, ну, умные предприниматели, они как-то адаптируются. И уже при следующем общении с инвесторами, с нами или с другими инвесторами, вероятность их успеха выше. Ну, например, вот хороший пример, приходит предприниматель на раннем этапе отдал 70% бизнеса ангелам. Мы говорим, вот ты не сможешь ни при каких обстоятельствах привлечь деньги у венчурного инвестора. Потому что у команды, когда 30%, преувеличенные венчурные фонды не будут инвестировать. И вот, ну, вот даже просто не пытайся. Или сделай рекеп, передоговорись. Он говорит, ну, такие обстоятельства были, так они нам... Мы все понимаем, но если ты хочешь работать с венчурным фондом, вот так не годится. Или ты выбираешь какой-то другой путь, но венчурные фонды вот так не работают, не только мы, не один. И мы стараемся вот быть полезным предпринимателем. И, в конце концов, идеология, миссия нашего фонда – помогать русскоязычным предпринимателям. Не важно, у нас там есть доли в капитале или нет. Поэтому мы... Ну, это соответствует миссии, когда мы даем содержательный ответ. Даже, может быть, как иногда они там жесткие или иногда... Ну, обычно все очень положительно реагируют. Лучше жестко, чем как бы никак. Это правда. Ну, в нашей культуре точно. Часто, когда говорят о инвестициях, предпринимателях имеют в виду начинающих предпринимателей. Но есть отдельный класс предпринимателей, которые self-made предприниматели, которые сделали бизнес, сделали глобальный бизнес. У них выручка уже 3-5 миллионов долларов. Вопрос. Зачем им нужны венчурные деньги? Зачем им привлекать кого-то? Да, это очень хороший вопрос. Действительно, таких предпринимателей много, особенно русскоязычных предпринимателей, которые там бутстрепились, сами какой-то бизнес построили, и он уже break-even, прибыльным даже может быть. Но если этот предприниматель хочет просто там себе заработать менеджерскую зарплату, возможно, ему не нужны венчурные инвестиции. Но если он хочет построить большую компанию, то венчурный фонд ему может помочь. Почему? Ну, во-первых, дополнительные ресурсы. Ему на глобальном рынке, ему наверняка приходится конкурировать со стартапами, которые привлекли, может быть, десятки, а может быть, сотни миллионов долларов. Даже если он у него там в 5 раз круче продукт и в 10 раз он эффективнее, все равно там пару миллионов долларов дополнительных ресурсов на развитие не помешает. А часто без венчурных инвестиций большой бизнес не построишь. Просто он будет строить его слишком долго, и рынки уже будут заняты. Всегда должен быть тайминг. Плюс хорошие венчурные инвесторы, они помогают со стратегией, они помогают с дальнейшим фондрейзингом. Ну и вообще, если эта компания выходит на западные рынки, там это уже некий стандарт, когда хорошие растущие IT-компании имеют венчурных инвесторов, банки лучше воспринимают, крупные клиенты лучше воспринимают, потому что они видят, что компания стабильна, компания уже проверила какой-то внешний, понятный, прозрачный инвестор, у этой компании есть дополнительные средства, и у компании есть финансовая отчетность и все остальное. Ну а в нашем мире там compliance, governance и все остальное, особенно если это B2B стартап, это must, поэтому как практика венчурные инвесторы, они полезны не только с точки зрения денег, но и с точки зрения многих-многих мелочей, но без которых большой корпоративный бизнес в сегодняшнем мире построить в сто раз сложнее. Не скажу невозможно, все возможно, но в сто раз сложнее. Суммируя, это выбор между тем, я стану середнячком и я этим доволен, или я попробую стать лидером рынка? Да, я думаю, это правильно так сформулировать. Какие заблуждения ты встречал у таких успешных предпринимателей? Почему они не приходят за венчанными деньгами, даже если знают они? Я думаю, что заблуждений становится все меньше и меньше. 5-7 лет назад такие предприниматели говорили мне, что да вот, дашь вам палец, вы откусите всю руку, злые без банки, дядя заберет компанию и так далее. Сейчас они понимают разницу между понятными частными венчурными инвестиционными фондами с хорошей репутацией и всеми остальными. И они понимают, чем венчурные фонды полезны. Сейчас их основное возражение, и оно, в общем, имеет право на жизнь, то, что фондрейзить – это долго, долго, муторно. Я лучше на продаже это время потрачиваю, я лучше на развитие бизнеса, я лучше эти деньги у клиентов возьму. Это очень хороший подход, очень правильный. Но вот мы работаем для того, чтобы фондрейзить было чуть проще, чуть понятнее. Можно было бы побиться с монстрами, которые... Да, безусловно. Мы построили фонд, который дружественен предпринимателям, и мы стараемся, чтобы общение с нами было комфортным и полезным. Поэтому даже если не хочется много времени тратить, можно с нами поговорить не обязательно про инвестиции, а просто про стратегию компании. Мы с удовольствием дадим обратную связь. Ну а дальше разговаривать про инвестиции или не разговаривать всегда выбор обеих сторон. Давай для того, чтобы было понятно, что ты ищешь в предпринимателях, сделаем блиц. Что тебе важно в компаниях и, соответственно, предпринимателях? Я буду задавать вопросы очень быстро, а ты, соответственно, быстро отвечаешь. Какие индустрии интересны? СААС, VR, AR, EduTech, AI. Как бы плохо это не звучало, но все подразделения, машины леунинг и прочее. То, что в ней этот табу, фонд туда, в принципе, не инвестирует? Нет, мы смотрим разные. Мы иногда B2C смотрим, иногда Cyber Security смотрим, FinTech скорее нет, блокчейн скорее нет, но лучше нам прислать, и мы быстро сами разберемся, ответим. Сколько денег дает фонд? От 1 до 3 миллионов долларов. Больше не дает никогда? Бывает. Во-первых, мы всегда закладываем на фулл-оун. В компанию InDriver мы суммарно 10 миллионов долларов инвестировали. А так, первый, средний, первый чек, я бы сказал, 1-3 миллиона, суммарно может сумма дойти 10, это, наверное, исключительный случай, но до 5 легко. Как вы относитесь к инвестициям? Лидируете с инвесторами, присоединяете к сделкам? Мы чаще лидируем, хорошо относимся к соединвестициям с хорошими венчурными фондами, понятными, которые тоже смарт, как говорится. Какая целевая доля? От 10 до 30%. Бывает ли контроль? Нет, нет, мы инвестируем в фаундеров, мы всегда поддерживаем фаундеров, мы стараемся, мы никогда не вмешиваемся в операционное управление, мы миноритарии, предпочитаем и мы любим иметь место в совете директоров, то есть такую роль, адвайзерную роль. Локальный проект привлекает деньги, чтобы выйти на глобальный рынок, дашь деньги? Ну, скорее всего, я попрошу все-таки proof of concept, показать каких-то клиентов оттуда, показать первые шаги, не обязательно переезжать, но каких-то клиентов и как воспринимают клиенты, потому что бывает локальный проект выходит за рубеж, но продукт у него для локального рынка, для зарубежья не подходит и нам сложновато это оценить. То есть должен быть какой-то трекшн, пусть и минимальный. Да, безусловно, при этом на этот трекшн не нужно много денег, то есть этот трекшн мы видим в компании регулярно, которые даже из Москвы или из Киева продают за рубеж. По вечерам начал звонить продавать после работы. Лидогенерацию, все говорят, у нас нет денег на лидогенерацию. Садишься в дынг-дын и ты накапываешь, ты накопаешь себе 10 лидов в день накапывать, проблем вообще никаких нет. На что при подготовке к раунду фаундера можно забить, а чему уделить максимум внимания? Я думаю, что максимум внимания надо уделить большой истории, то есть венчурный фонд не станет инвестировать, если не увидит большую историю. Соответственно, у фаундера должна быть в сердце это большая история, а дальше какие-то детали можно уже доделать вместе, отчетность, когорты какие-то довыгрызить можно и потом в процессе дью-дилиженса, но вот именно понимание и вера в большую историю должна быть с самого начала, это основа интереса венчурного фонда. Сколько времени уходит от начала предметного общения о раунде до термшита? Ну, я бы сказал, что там в лучших кейсах месяц, а в разных других кейсах по-разному, то есть бывает предприниматель берет паузу в общении и говорит, так, я все понял, сейчас я не совсем готов, вернусь, когда буду готов. Бывает, что мы говорим, что вот ты сейчас не очень готов или мы не готовы, поэтому там больше бывает, ну, меньше, наверное, нет. Да, подтверждаю, даблдата мы через два месяца заключили темпшит после старта предметного общения. В среднем так бывает. До этого год общались. Так тоже бывает. Самая быстрая твоя сделка? Самая быстрая моя сделка? Ну, моя как фонда, все равно, я думаю, месяц. Бывают случаи, когда приходит компания, очень попадающая в наш фокус, у этой компании уже сформирован раунд, то есть уже все условия, уже результаты дью-дилижа, ну, вот мы сейчас пару дней назад сделали такую сделку, то есть там два хороших фонда, осталось окно как раз комфортное нам, да, уже все документы написаны, дью-дил закончился, то есть нам надо просто изучить документы дью-дила, которые сделали наши уважаемые коллеги, которых мы хорошо знаем, которым мы доверяем, ну и, соответственно, вот все происходит очень быстро, то есть это, ну, месяц, может быть, пять недель. Философский вопрос. Успешный стартап – это когда все делали правильно или скорее череда ошибок и случайностей? – Я думаю, что успешный стартап, самые успешные стартапы – это когда что-то делали очень неправильно и это оказалось, там, таким проколом пространства. Если стартап все делает слишком правильно, он плывет просто по течению… – Правильных компаний. – Да, правильных компаний и, собственно, занимает там одну из многих-многих там ролей, учитывая, что в таких случаях обычно там зарабатывает все корпорация, у которой больше ресурсов, или там американский стартап, который привлек, там, не знаю, миллиард долларов. – Среднюю компанию так можно построить, а выдающаяся – это череда случайностей? – Череда случайностей, череда неправильных шагов, череда там действий вопреки всему, которые неожиданно в чем-то оказались правильными не сегодня, а правильными завтра, потому что тут очень важно предсказывать, что будет через 3-5 лет, а не играть в игру там сегодняшнего дня, потому что стартап – это про завтрашний день. – Три самые важные характеристики бизнеса? – Бизнеса или предпринимателя, то есть мы больше смотрим на предпринимателей, на команду, то есть команда – это номер один, тайминг и таргет рынок, если про бизнес – это номер два, и, ну, динамика, если опять же про бизнес, умение быстро адаптироваться, быть гибкими, быстро принимать решения – это номер три, а если предприниматель, то есть номер один – это коммитмент, это вот звериная вера и готовность положить на алтарь успеха очень многое, то есть выход из зоны комфорта, ну вот это вот все мы называем это коммитмент, это один… – По коммитменту, ну, практически все основатели, когда питчат стартапы венчаном фону, говорят, что да я вперед построю, как бы завоюю мир, ты это имеешь в виду или что-то другое? – Да, я имею в виду и это, и не только это, у нас два часа, у нас отдельное интервью с фаундером или с фаундерами посвящено именно психологии, психологии человека, его истинным там ценностям, и мы, когда, ну, то есть когда с человеком два часа разговариваешь по, ну, про детали, про то, как, я не знаю, как он к спорту относится, как он семейную жизнь строит, как он строит соотношения в коллективе, какие у него соотношения были там в прошлых коллективах, ну, мы считаем, что за два часа мы умеем хорошо-хорошо узнавать человека и понимать там, ну, насколько он искренен и насколько он сам верит и готов так себя вести. И потом мы еще, мы общаемся обязательно с его коллегами, с его, ну, то есть мы делаем такой кросс-чек и рекомендуем, на самом деле, основателям тоже делать кросс-чек нашего фонда, общаться с нашими там портфельными компаниями, как мы работаем, как мы себя ведем, как мы себя вели, там, когда все было плохо или как все было хорошо. Мне половина твоего портфеля звонила спрашивать, как вы себя ведете в тех или иных ситуациях. Давай поговорим об этом, потому что это очень важно. Все понимают то, что фонды очень внимательно относятся к выбору стартапов, но стартапы часто берут первые деньги. На что важно стартапу обратить внимание, когда он смотрит на фонд? Ну, я думаю, что, на самом деле, инвесторы убили не меньше стартапов, чем сами основатели, не потому, что вот прям все инвесторы плохие, хотя есть, безусловно, и плохие инвесторы, и плохие, и токсичные, но очень важно еще, что, ну, то есть взаимоотношения фаундера и инвестора, это лонгран, это 5-7 лет вместе в одном совете директоров делить, там, не знаю, одни деньги, одни успехи, одни неудачи, и поэтому все-таки нужно найти какую-то химию, какую-то между основателем и инвестором, нужно, чтобы было максимально комфортно общаться, делать бизнес и доверять друг другу. Мне кажется, это очень важно для обоих сторон, и, ну, без этого слишком высока вероятность возникновения недопонимания, а потом конфликта, а строить великие компании во время конфликта акционеров еще ни у кому не удавалось. Давай поговорим, на что важно обратить внимание. Первое, как бы, это чьи деньги в фонде? Есть токсичные деньги, очевидно токсичные, есть потенциально токсичные, есть, как бы, понятные деньги. Вот, какие деньги в Лето Кэпитал? Я, да, я считаю, что надо всегда узнавать происхождение денег. В Лето Кэпитал треть фонда – это мои личные деньги, я серийный предприниматель, я построил одну компанию с выручкой 100 миллионов долларов лето, я долго работал и основал дистрибутор ESET, это 30% российского антивирусного рынка. То есть, я имею возможность инвестировать свои деньги, я это делаю. Треть, половина первого фонда, треть второго фонда – это мои деньги. Фонд у нас на 50 миллионов долларов. А кроме того, у нас в фонде есть, ну, все инвесторы – это частные предприниматели, заработавшие self-made, то есть, я их называю такой smart LP. В частности, вот, из первого фонда мы сделали очень успешный экзит, продали компанию Brightbox в Цурих Insurance Group, и основатели этой компании, Brightbox, они хорошо заработали и стали LP моего второго фонда. Ну, и другие известные яркие предприниматели инвестировали в мой фонд. И это, ну, то есть, у нашего фонда понятное происхождение денег, мы этого не скрываем, мы частный фонд, и поэтому с нами и в наши портфельные компании там с радостью, и часто инвестируют и топовые американские фонды, и топовые европейские фонды. – А действительно ли токсичность так важна для следующих раундов для компании, для продажи компании? – Ну, смотри, если происхождение денег непонятно, ну, то есть, там, дальше сейчас governance и compliance во всем мире, там, фатка и все такое. – То есть, просто на следующий раунд не дадут? – Да, конечно. Если это санкционные деньги, если это пеповские деньги и так далее, то это прям вот точно закрытие любой возможности дальше поднимать деньги. Если это деньги, там, государственные, или это, там, возможны варианты, но тоже какие-то двери могут закрыться. То есть, тут надо четко понимать, там, какие деньги самые лучшие, какие деньги чуть хуже, а какие деньги точно брать не стоит ни при каких обстоятельствах. – Второй важный вопрос – это кто управляет фондом, как принимаются инвест-решения. Есть фонды, где фондом управляет наемная менеджерская команда, и там можно ожидать долго решения. Есть фонды, где управляют партнеры, есть фонды, где принимают, по каждому вопросу собирается инвесткомитет из всех инвесторов фонда. Как у вас? – Ну, смотрю, мы когда общаемся с нашими инвесторами, мы продаем им свою экспертизу, свой опыт, и они доверяют нам, то есть команде фонда, и поэтому они там не поймут, если мы будем к принятию решения привлекать каких-то сторонних людей, представителей других инвесторов. Они будут говорить, ну, а откуда мы знаем, что представители других инвесторов, они квалифицированные люди и смогут правильно решить. – Компания с ними не встречалась на этапе фандрейзинга. – Да, безусловно. Поэтому у нас все решения принимаются узким кругом партнеров фонда, и мы все решения принимаем, ну, то есть мы достаточно гибкие, мы сами принимаем решения, и это, я считаю, очень важно и для скорости работы, и на самом деле для качества работы, потому что мы в фонд привлекаем партнеров, которые действительно там имеют обширный предпринимательский опыт и много, ну, в общем, много наработали за эти 10 лет уже работы фонда. И те фонды, которые там привлекают представителей инвесторов или там, как бывают государственные фонды, там, представители министерств и прочее, мне кажется, они не только только теряют гибкость, но и теряют качество работы, ну, потому что там… – Еще хуже, что они могут меняться, то есть, условно говоря, правильно понимаешь, что ты не поменяешься в лето капитал? – Ну, безусловно, да, я… – Это лонг ранг, ну, то есть… – Я и акционер фонда основной, и инвестор фонда основной, да, тут это не совсем типичная конструкция, но мне кажется, там, для нашего рынка она имеет много плюсов. – Третья важная вещь – это стиль управления. Есть фонды, которые жестко контролируют все, как private equity. Есть фонды, которые более лояльно относятся к фаундерам. Есть фонды, которые контролируют каждый затрат, вообще чуть ли не каждый чьих. Как вы к этому относитесь? – Ну, мы доверяем нашим фаундерам, нашим предпринимателям, и, как бы, доверие, доверие, оно в значительной степени больше дисциплинирует и, ну, и позволяет выстраивать, ну, то есть правильное самоотношение. То есть мы ни в коем случае не мучаем бюрократией, и мы вообще стараемся быть френдли для предпринимателей. Да, мы требуем какую-то отчетность, но эта отчетность, во-первых, обязательно нужна самим предпринимателям. То есть если вдруг по какой-то причине стартапа, ну, SEO стартапа, фаундер стартапа не имеет эту статистику сам на постоянной основе, то это ошибка, это управленческая ошибка. А если он уже ее готовит, то там поделиться с нами этой информацией не заставляет труда. – Ты в процессе, ну, сегодня говорил, что вы фонд, который поддерживает предпринимателей. Я на советах директоров часто слышу то, что мы поддерживаем предпринимателя в решениях. Как ты к этому пришел и что это значит? Что значит, что вы поддерживаете предпринимателей? – Ну, это опять же… – Поддерживаете фаундеров, да. – Когда я говорю, что наши инвесторы хотят, чтобы решение принимали партнеры фонда, потому что они поверили в нас все время и доверяют нашей экспертизе, точно так же мы доверяем экспертизе основателей. И мы, если доверили основателям деньги, мы дальше хотим, чтобы основатели принимали все ключевые решения. И даже если на каких-то поздних этапах инвесторы начинают играть какую-то роль, то есть стартап привлек много инвестиций, много инвесторов сидит в совете директоров, мы все равно, ну, то есть мы никогда не будем объединяться с инвесторами, мы всегда стараемся быть на стороне основателей, потому что мы поверили не в инвесторов, а мы поверили в основателей. Мы верим, если основатель сможет построить большую компанию, если этой компании суждено стать большой, то… – Сделает ее такой основатель. – Сделает ее такой только основатель, как в фильме «Мимино». Если основателю будет хорошо, то он нас так довезет, что и нам будет хорошо. – Слушай, интересный вопрос задают слушатели, расскажи подробнее о красных флажках для принятия решений. – Красные флажки, ну, как я уже сказал, токсичные деньги для нас тоже красный флажок, сильное размытие на ранних раундах, то есть если у ангела, у какого-нибудь ангела, тем более непрофессионального, слишком большая, непропорционально вложенным деньгам большая доля для нас это красный флажок, если у нас бывает, приходят фаундеры и говорят, у меня тут вот три стартапа, которые я основал, какой тебе больше нравится, мы инвестируем только в one focus, то есть в один момент стопроцентный фокус должен быть только на одном стартапе. ну, если только один рынок… – Или скажи мне, какой стартап тебе сделать, я как бы его сделаю. – Так тоже бывает, да, тогда получается, что мы должны это делать сами, или если это только один маленький рынок, то есть Россия для нас маленький рынок чаще всего. – Нас слушают еще ангелы и те, кто только думает вложить деньги в венчур, я думаю, им будет интересно услышать, как ты пришел, как ты превратился из серийного предпринимателя в успешного венчур-инвестора. – Я пришел следующим образом, я в какой-то момент в моей компании было более 500 человек, было несколько разных вертикалей, и очередной кризис, там 2008-2009 год, приходилось там спасать, вникать, там 24 часа работать, и в какой-то момент я решил пересобрать Летогрупп, и просто из Летогрупп появилось 6 разных компаний, и я дал возможность директорам этих компаний, ну, возглавить и полностью взять на себя ответственность в руководстве каждых из компаний. И неожиданно я понял, что мой скилл предпринимательский, он слабее, чем скилл нахождения и привлечения людей, которые предпринимательствуют гораздо лучше меня. То есть это было самое правильное мое решение во голове Летогрупп, ликвидировать Летогрупп и разложить Летогрупп на 6 независимых компаний, каждая из которых управлялась лидером, который умел строить бизнес лучше меня. Сейчас там две из этих компаний проданы, какие-то компании продолжают расти, я там где-то акционер, где-то там член совета директоров, и я считаю, что это было очень правильно. И потом я начал думать, окей, вот он мой скилл, скажем так, инвестора, а не предпринимателя. Я сделал некую паузу, поехал в долину, поучился в Антарктику перезагрузиться на пару месяцев. И в итоге я понял, вот вернулся с идеей, что да, я должен создать венчурный фонд, и я должен, вот это вот то, чем я хочу заниматься. Дальше моя миссия – помогать, находить таких предпринимателей, помогать им строить большие международные бизнесы. – Почему недвижимость, акции, почему ты не вложился в венчурный фонд какой-нибудь, как LP, почему именно свой фонд, почему сам начал инвестировать? – Ну, тут идея, то есть я этим занимался, я занимался бизнесом только на IT-рынке, я это хорошо знаю, это мне интересно, и тут идея создания фонда была не в том, как мне заработать денег, самым лучшим способом. Может быть, венчурный фонд – это не самый лучший способ зарабатывания денег, хотя весьма неплохой. – Хотя ты отчитался о результатах первого фонда, 15% ARR без учета твоих стоимостей долей в ряде компаний – это крутой результат для первого фонда. – Да, я думаю, что мы в итоге выйдем на 20 плюс процентов, это да, это такой очень хороший результат, тем более для первого фонда, в первом фонде все делали ошибки, но в любом случае я в первую очередь идея была не в том, как мне заработать, а в том, какой мой навык наиболее полезен обществу, чем мне хочется заниматься, чем я могу полезен быть. Я, поскольку сам предприниматель, я бесконечно симпатизирую другим предпринимателям, которые, чего уж стоить там, непростой хлеб едят, скажем так, и особенно русскоязычным предпринимателям не просто приходится у них постоянно то кризис, то геополитика вмешивается, то они где-то там персоны нон-грата и прочее. Им сложно строить бизнес, и тем не менее у них это получается, и если я могу чем-то быть для них полезен, это будет для меня высшая награда. Круто. Спасибо тебе большое за интервью. Спасибо. Мне было очень приятно задавать вопросы тебе. Спасибо, приятно было отвечать. Спасибо, друзья. Спасибо, что смотрели нас. Счастливо. До свидания. До свидания. До свидания.